Многие хотели многозарядности на арбалеты от Бирхантера, и вот она наконец-то появилась. Я думаю, многие, кто смотрит наш канал, помнят, что когда-то, я не помню, по-моему, год назад, еще летом, я стрелял с прототипом многозарядной мамбы. И да, это был напечатанный на 3D принтере образец, который я сам разработал. Вот я даже открыл вам кат, в котором я все это делал. Собственно, почему все вот так вот произошло? Почему в итоге все было сделано на заводе? Идея тут вот в чем. Вот, собственно, у меня эта штука, с которой мы стреляли. Вот она же, там, вот там же, она же. В общем-то, признайся, идея не моя. Сначала я увидел ролик какого-то немца, который к мамбе присобачил, согнул там проволоку, и, в общем-то, у него получился многозарядный арбалет. И когда я начал делать, я столкнулся тоже с некоторыми проблемами. Во-первых, это замок. То есть, тот чувак ничего не пилил, но это неправильно. Там очень большой был ход тетивы до того, как тетива, собственно, касалась наконечника. Из-за этого был достаточно большой удар по хвостовику. Если взять тяжелую стрелу, то хвостовик раскалывается, либо же тетива может просто проскользнуть, и будет тогда холостой выстрел. То есть, это опасно и, ну, вообще никак неправильно. Поэтому для того, чтобы вот эту вот штуковину установить на арбалет, нужно было прям брать и отпиливать замок, чтобы максимально близко стрелы падали к тетиве. Ну, и это не беда. Я думаю, в принципе, при желании вместе с магазинами можно наладить и производство таких уже готовых укороченных замков. Следующий момент — это стандарт стрел. Его как такового нет. Есть такие стрелы, есть такие стрелы. И для того, чтобы стрелы все как-то фиксировать, соответственно, нужно за что-то их держать. И было два выбора. Это либо за наконечниками их упираем, и, соответственно, мы в наконечнике упираем и посередине держимся. То есть, перья могут быть любыми. Либо же, наоборот, мы берем стандартные перья. Вот, собственно, по какому пути я и пошел. А наконечники тогда могут быть любыми. И мы вот посерединке вот так стрелы держим, и, соответственно, наконечник просто торчит. но опять же стандарта нет и в чем недостаток 3d печати все-таки тут как не старайся а печать она идет полосками то есть волнами потому что ну собственно такой механизм послойного наплаяние пластика и за счет вот этих маленьких вот борозочек перья всегда цеплялись слышно стрела проваливалась зацеплялась пером и в общем то были какие-то проблемки здесь вот по этим причинам все-таки пришлось делать это все на заводе вот и собственно столкнувшись со всеми этими проблемами в принципе прототип был готов работоспособность была доказана тут где-то вот видосики есть как я стрела там кешь пальцем иногда приходилось это поправлять но так или иначе это штуковина работала и более того даже если вот это вот сделать не напечатанным вылить из пластика 3 из пластика ну плюс пружинку посильнее усилий то эта штука тоже будет работать и вообще я как человек который занимается 3d печатью могу с уверенностью сказать что если на вещь есть спрос и ее делают на заводе то заводское решение будет стоить сто процентов дешевле чем эта штука напечатанная на 3d принтере даже с учетом всех наценок всех дилеров поэтому все-таки было принято решение делать магазин на заводе поэтому у нас вот такой вот вариант и получился магазин который подходит на арбалеты doom который подходит на арбалеты хараон на маму пока что нет но я думаю это вопрос времени хотя она и громко сказал что он подходит на арбалеты думы хрон потому что все-таки это немножечко переделанная балет тут есть спереди специальные крепления за которые этот магазин цепляется ну и как я уже сказал замок тоже другой поэтому на данный момент просто купить набор магазина для арбалета который у вас уже есть не получится есть можно купить только арбалет сборе но поскольку что даже вот такие арбалеты не вышли в продажу нет еще никаких данных и я знаю что достаточно большое количество арбалетов сейчас находится на руках вот таких вот без магазина и если у людей появится спрос появится желание то я думаю собственно не будет большой проблемой как-то все это придумать и продавать но вот опять же да надо единственное что решить вопрос с тем что делать с направляющей я помню в россии как бы с этим на особо проблем нет любой может просверлить дырочку и вкрутить до винтик но все равно конечно хочется какое-то более-менее заводское решение поэтому я думаю тут ну как-то через низ можно без проблем все это будет сделать для чего вообще нужен этот магазин я буду говорить со своей колокольни вообще doom mini на самом деле подходит для охоты и вот это вот выемка как тоже подразумевает что вы можете стрелять с этим арбалетом стрелами с брод хэдами но давайте поговорить в первую очередь про развлечения потому что повторюсь я больше всего ценю арбалеты за развлечения кстати наверное некоторые заметили тут и приклад новый но об этом следующий раз с точки зрения веселья для луков есть колчан то есть ты собираешься стрелять берешь колчан вставляешь это стрелы и пошел плясать для арбалетов особенно когда с друзьями где-то пострелять на даче у тебя ну даже я знаю что существует колчаны но ты не будешь его надевать тебе конечно комфортнее чтобы все было в одном месте стрелы маленькие для этих арбалетов поэтому они обычно либо в кармане либо в ботинок вставляют но гораздо удобнее когда у тебя все тут и более того это безопаснее потому что тебе как человек чей этот арбалет не нужно контролировать что у что человек правильно вставил стрелу что человек до конца его вставил ну и так далее то есть тут если стрела вставлена она выпадает и все работает как нужно если стрела не вставлено то эти он просто дальше не дает взвести потому что тут есть крюк как вот тут есть крюк и соответственно тетива в этот крюк упирается поэтому когда поэтому когда стрел нет вы просто напросто арбалеты не взведете так вот возвращаясь к развлечениям вы просто вставили сколько-то стрел сколько нужно и отдали человеку арбалет он он вас больше не беспокоит стреляет потом то же самое 2 3 так далее это безопасно это комфортно и это удобно как я уже говорил ограничение магазина в том что стрела падает но она не может падать назад она всегда падает вниз но для того чтобы замок смог зацепить тетиву тоже нужно место и на обычных арбалетах все это собственно решается тем что мы вставляем стрелу и задвигаем ее до конца до упора прямо в самом язычке который держит тетиву есть прорезь и туда упирается хвостовик но когда на стрелы падают ровно вниз мы соответственно никак так сделать не можем поэтому приходится максимально укорачивать магазин для того чтобы вот эти стрелы максимально близко к тетиве падали и в этом арбалете все это замечательно решили во первых смотрите какие тут хвостовики они более тонкие узкие и длинные и в магазине тоже есть специальная прорезь специальная под эти хвост веке более того там даже хвостовик в магазине вот так вот не повернется потому что они разные по ширине ведь его так вот так то есть а вместо вот ровно чтоб он вот так восстанавливался и никак магазине даже когда вас начинаете вставлять у вас вот стрела не перегасится то есть удобно будет вставлять соответственно мы когда это дело вставляем вот так вот видите поставить прям тут видно не видно вот он видно видно сейчас должно быть видно вот видите поставить и обратите внимание где у нас будет где у нас находится замок то есть практически практически рядом тут максимум максимум сантиметров сколько есть место и после того как мы вставили стрелы давайте мы все сейчас сюда и вставим 1 2 3 4 и 5 вообще еще 6 есть план короче после этого мы отчелкиваем вот эту штуковину фиксатор и все язычок у нас полностью прижимает теперь все эти стрелы мы можем перевернуть можем потрясти ничего нигде не вываливается и повторюсь вот видите у нас есть место чтобы здесь вот у нас были охотничьи наконечники нами данную личку группа один человек прислал результат охоты с арбалетом doom mini это олень поэтому теперь я могу точно смело говорить что этот арбалет подходит для охоты и ну честно говоря я не знаю какие возможности открывает быстро зарядный охотничий арбалет насколько это нужно потому что с одной стороны вот я недавно с алексеем говорил он говорит что особо принципе на это время нет но с другой стороны с другой стороны от других охотников я слышал что бывают такие случаи когда и вот этом тебя сечка ты промахнулся и зверь не понял чего произошло и соответственно он не убежал он просто машет головой или когда надо добить звери то тут мы перезарядились выстрелили перезарядились выставили и это конечно красота из нюансов можно еще отметить планку вивера она пластиковая теперь как и весь магазин но самое главное то что вот тут есть выступ то есть вы не сможете сюда поставить любой прицел поэтому смотрите либо прицел на высоких кольцах ну короче имейте ввиду что вот тут сантиметр 2 планки вивера вам придется отступить вверх но при этом в бок например как вот у меня на мамбе фонарик сбоку висит да ничего не мешает также вот его выносить в бок а прицел уже наверх в целом мне кажется это офигительно удобное решение и прям next level и есть вероятность что вот этот арбалет теперь будет моим любимчиком наверно все-таки приклад я поставлю распродной кобранский потому что он просто тупо меньше по размерам а по прикладности это одно и то же но я думаю что вот за такими арбалетами за такими арбалетами будет будущее я не знаю почему но почему-то все магазины все производители каждую свою ракат позиционируют как инструмент для охоты я не знаю с чем это связано даже когда у нас в россии было запрещено охотиться почему-то все кричали что там самый блин скорпион арбалет скорпион для охоты подходит замечательный нет но мне лично кажется что вот это вот просто ультимативное решение как для охоты так и для развлечений тут есть все для того чтобы человеку было комфортно легко и приятно стрелять не обращайте кстати внимание то что я вот не до конца собрал это я вот чисто чтобы про магазин вам рассказать потому что здесь будет напечатанная планка вибера соответственно но а сюда потом стремь прикурится короче вот этот арбалет мне кажется единственное ультимативное решение которое подойдет как для охоты так и для развлечения прям без компромисс потому что по силе натяжение ему достаточно чтобы охотиться вот я не знаю разрешат мне эту фоточку использовать но если да то она тут если нет то где-нибудь в личку группы напишите я думаю вам скинут напоследок что касается конкретно вот вот этого арбалета мне кажется что это то к чему стремились все маркетологи которые работали с арбалетом это компактный это многонарядный это со встроенным натяжителем это с регулируемым прикладом арбалет который при этом может взвести даже девушка и который при этом является охотничьим и я вынуждена согласиться что это действительно прям замечательное решение потому что если раньше еще можно было представить что вот а хотелось бы еще такое арбалета вот еще хотелось бы чтобы он так умел то я не знаю вот напишите в комментариях чтобы вам хотелось добавить в этот арбалет чтобы вы его точно себе купили потому что для меня например это замечательный арбалет это я бы сказал даже идеальный арбалет поэтому возможно я продам свою мамбу и куплю себе вот такой арбалет а вообще что касается так сказать современных реалий и того что сейчас происходит в мире хотелось бы все таки если особенно ты живешь не в городе в каком-нибудь частном доме то что-то наподобие вот этой штуковины ну все-таки стоит уже приобретать и такой роли безусловно идеально подходит арбалет с магазином где сразу все вместе с тетом просто стоит так на полке ты его берешь одним движением сводишь и готов стрелять ничего для этого больше не требуется ну что ж друзья на этом наверное все ставьте лайки пишите в комментариях какой идеальный арбалет был бы для вас пакета кстати говоря пока это арбалет вроде даже на сайт не добавлен поэтому если вдруг у вас уже чешутся руки вы хотите его пробовать то пишите мне в личку можно в контакте можно в комментариях на ютубе и собственно у вас есть возможность по предзаказу так сказать купить этот арбалет